В таком виде даже марку машины установить сложно. По обрывкам букв прочитывается «Мазда». Автомобиль вряд ли подлежит восстановлению. Выбиты стекла, помяты дверцы. Как давно белая «Мазда» прописалась в этом дворе, никто из жителей уже и не вспомнит. Вроде бы был владелец, снимал здесь квартиру, а потом куда-то исчез. Разбитое авто служило ориентиром для таксистов, так было проще объяснить, куда подъехать. И любимым местом для игр местной детворы. При этом поводы для беспокойства у их родителей были весьма весомые. Боязно, знаете, что там всякие дети, и маленькие, и большие, то с нее прыгают, то с нее там что-то скачет. Можно и упасть, и пораниться, и все что угодно. Да потом сейчас еще и боязно могут туда что-то и положить, и взлетит, и непонятно вообще, что может случиться. Заявление в городскую администрацию и автохлам эвакуируют со двора. Правда, прежде необходимо было потратить время на поиск хозяина машины. Этого требует закон. Пришлось подключить правоохранительные органы. Установить удалось лишь фамилию, имя владельца и прописку. Хозяин Мазды зарегистрирован в Янотаевском районе. Но познакомиться с ним так и не удалось. Неоднократно обращались, письменно писали уведомления с просьбой убрать это автотранспортное средство. Но никакой реакции не последовало, и приходится с собственными силами эвакуировать. Эвакуируют машину со двора за счет городской казны. Автомобиль отвезут на муниципальную автостоянку. Сутки хранения там стоят 45 рублей. За транспортировку хозяин должен будет заплатить почти 4 тысячи рублей. Взыскивать эти деньги придется уже через суд. На сегодняшний день установлено. Без хозных авто в городе не меньше полусотни. В 20 случаях владельцев уже удалось привлечь к ответственности. Еще 30 машин в ближайшие месяцы покинут обжитые дворы, обещали в администрации. На месте стоянки белой Мазды осталась куча мусора. Ее убирать, скорее всего, придется самим жителям или управляющей компании. А это уже совсем другая коммунальная история. Надеемся, что с чистым финалом. Ильяна Уралем, Руслан Асанов, Центр новостей.